Добрый вечер! Вы начали появляться с оттепелем, с тайкой снега. Когда начнутся работы по устранению этих дефектов и ямочный ремонт? Вы правы. С наступлением переменных температур, которые сейчас все мы наблюдаем, самое тяжелое время для наших автомобильных дорог происходит оттаивание, намокание, пропитка влагой, дожди идут. Ночью температуры понижаются, происходит пучение асфальта и вследствие чего происходит резкое ухудшение состояния дорог. Образуются ямы, выбоины, трещины. И основная наша задача это ликвидация выбоин, которые так называемые нестандартные. Нестандартная считается яма, выбоина глубиной более 5 сантиметров. Вот на эти нарушения выбоины сейчас направлено самое основное наше внимание. То есть получается за ночь, скажем так, асфальт, вода кристаллизуется, замерзает, а с оттайкой... При расширении асфальт уходит со своего места, и эту яму мы должны заделать. То есть такая дорожная физика, можно сказать. А эти работы будут выполнять, получается, подрядчики в рамках существующего уже контракта на содержание дорог? Сегодня эти работы выполняют подрядчики в рамках существующего контракта. Там предусмотрены средства на эти работы, они разделяются. Есть работы, которые мы откладываем на весну с работой асфальтом, с асфальтобетонного завода, горячим асфальтом. Работы, которые сейчас выполняются, выполняются с использованием литого асфальта. Это специальная асфальтобетонная смесь, которая насыщена битумом. Ее можно использовать как раз в сырую, холодную погоду, до минус 5 градусов. Не требуется обрубка краев, просто заливается, битумом кипит, выпаривает всю влагу, и при отверждении становится ровная поверхность. Минус такой технологии – недолговечность. Весной эти пломбы, к сожалению, во многих местах выскакивают. Там уже должны применяться горячий асфальт с обрубкой краев и уплотнением. Девять округов у нас в городе, и в каждом получается свой подрядчик? Или как распределение? Девять округов в городе, восемь округов у нас в городе. Восемь округов у нас в городе. Значит, сегодня подрядчик южная часть – это Ломоносовский, Варайна-Фактория, Майская горка, это подрядчик Комхоз. Значит, северная часть города – Октябский, Соломбальский, Северный, Маймаксанский округ, это у нас Архинвестпроект. И левая сторона цикла Министерская горка – это семь дней. Эти три подрядных организации содержат дороги, и вот как раз они будут устранять те нестандартные выбоины, которые есть на дорогах. Кстати, откачка луж – их тоже обязанность. То есть, вот лужи, которые сейчас на дорогах есть… Дороги их не должно быть. А в какие сроки тогда они должны устранить, или происходит это вместе с устранением выбоины в паде? При обследовании дорожного полотна, состояния дорожной проезжей части, как специалистами Департамента городского хозяйства, так и ответственными специалистами подрядных организаций, выявляются вот эти все нестандартные выбоины, лужи, и принимаются меры к их устранению. Они должны быть устранены в течение суток после обнаружения. Ну, понятно, что ямочный ремонт – это такое оперативное устранение дефектов, а не за горами лета, когда будут проводиться работы капитального характера. Вот в прошлом году они проводились, а как в этом году? То есть, какие-то масштабные ремонты у нас будут на дорогах и на каких дорогах? Значит, нужно нести небольшое уточнение в ваш ремонт, потому что работы на самом деле у нас предстоят масштабные, но они по своей сути делятся на два вида. Это работы текущего характера, на них у нас запланировано 106 миллионов, и работы капитального характера, на них запланировано более 300 миллионов рублей. Значит, по работам текущего характера мы будем выполнять работы почти на 19 улицах города. Это будет продолжение работ по улице Гагарина. То, что мы закончили в районе обводного канала, мы продолжим эти работы. У нас осталось две стороны по улице Гагарина, круг на улице Гагарина, и еще планируем сделать 200 метров в сторону улицы Тимми. Дальше, значит, от Воскресенской до Урицкого, улица 23-й гвардейской дивизии, перекресток Троицкий-Воскресенская, часть улицы Троицкий проспект от Воскресенской до Карла Липнихта, ну и еще немного улиц по городу. Всего их будет 19, я повторюсь. Значит, чем обусловлена эта цифра? И что мы на них будем делать? На этих улицах будет отфрезерована вся дорожная одежда, будет произведено выравнивание дорожной одежды, будут выведены все коммуникации в уровень, и под асфальтовый укладчик закатан 5 см нового, свежего, хорошего асфальта. Срок работ гарантийный от 2 лет. Ну, есть ведь наверняка те дороги, которые планировалось отремонтировать в этом году, но они вот в этот список не вошли. Есть такие объекты? Конечно. А вот приоритет вот этим 19-ти отдается как? Каким образом? То есть по большей степени износа? Значит, приоритет отдается, во-первых, по законченности. Мы должны, если мы начали улицу Гагарина ремонтировать, мы ее должны закончить. И переходим в улицу Тимми. Мы понимаем, что Тимми одна из магистральных улицей. Нагрузка большая, состояние, даже слово боюсь подобрать, ну, плохое у нее состояние. И поэтому вот в принцип законченности. И второй принцип – это плохое состояние. Есть отдельные улицы. Условно говоря, мы берем улицы Высокой Горки. Это улица у нас Зинкевича. От дома номер 22 до железнодорожного переезда. Там у нас движение автобуса номер 3. Улица в отвратительном состоянии. Поэтому ее необходимо сделать. Многих интересует вопрос по Северному округу, например. Там будет продолжен дорожный ремонт в этом году? Да, там будет продолжено и будет отремонтирована улица Ильича. От улицы Кировской до дома 29. И от улицы Ильича до улицы Кольской вдоль здания больницы. Это основная такая тоже магистраль, ведущая к лечебному учреждению, которое центральное. И там очень много учебных заведений. Ну и вообще как бы вот в Северном округе это тоже улица такая достаточно важная. Ну мы знаем, что сейчас как раз закрыт проезд по улице Сибиряковцев. То есть там делается надземный переход между корпусами областной больницы. Как это скажется на графике проведения ремонта дорог в этой части? Да, у нас в первую очередь запланированы работы по улице Самуэла. Это от Гагарина до выезда на улицу Бадигина. Там состояние сегодня отвратительное, ямы глубокие. Но что-либо делать в тех условиях, когда закрывался этот переезд, технологически было невозможно. Сегодня мы надеемся, что граждане подойдут с пониманием. И в весенний период, как только начнется ремонтный сезон, мы в рамках муниципального контракта, который существует по Октябрьскому округу, выполним эти работы. У нас под асфальтовый укладчик. У нас на эти работы предусмотрено около 22 миллионов рублей. Есть еще такие участки, которые мы можем отремонтировать оперативно, без проведения торгов в рамках муниципального контракта. Что касается строительства и капремонта дорог, то на эти цели, наверное, нужно больше всего средств. Какие-то средства из федерального бюджета были ли привлечены в этом году? И какие объекты будут у нас возведены? Ну, не знаю, уместный или нет, может быть, очередной большой проект по аналогии с улицей Ваучейского может появиться в городе? Или это исключено? Или что нужно сделать для того, чтобы это было реализовано? Значит, ко второй части вопроса мы сказали по текущей ремонту. Сейчас вторая часть вопроса, о которой вы коснулись, это работа капитального характера. По работам капитального характера у нас запланировано и имеется проект. Это ремонт обводного канала от Шабалина до Павлаусова. Его, я думаю, что можно сравнить с тем проектом, который у нас был по Ваучейскому. Единственное, что там у нас появилась новая улица. Но это самый нагруженный участок, который мы должны отремонтировать в результате расширить проезд до четырех полос и облегчить движение двух частей, южной и северной. То есть убрать там пробку, сделав дополнительную полосу для поворота направо улицы Сдержинского. То есть это достаточно большой проект. Это порядка 300 миллионов рублей. Это областные деньги, которые удалось привлечь для работы в городе. Так что я считаю, что это достаточно серьезный проект. Он рассчитан на два года. Но я правильно понимаю, что не все проекты, которые разработаны муниципалитетом, которые прошли госэкспертизу, согласование, не все они получают финансирование. И поэтому приходится заново проектировать, заново разрабатывать документацию. То есть что касается расширения обводного канала, как раз вы сказали, на участке Мужеденоска. У нас есть проект реконструкции Ленинградского проспекта. Сегодня мы планируем и ведем расчеты по выделению первого этапа реконструкции этого объекта. Это перекресток Ленинградский проспект, объездная автодорога улица Октябрят. Там необходимо сделать дополнительную полосу для поворота с малых креал направо в сторону объездной. Там летом всегда пробка. Реализуем этот проект. И есть еще в городе достаточно проектов, которые прошли госэкспертизу, но, к сожалению, финансирование не позволяет их реализовать. Такие проекты, как есть проект реконструкции проспекта советских космонавтов, 173 миллиона рублей. А вот как раз проспект советских космонавтов, Новгородский проспект, в этом году как-то, ваше видение, судьба их решится в положительную сторону? Будут ли там какие-то работы проведены? Сегодня уже судьба не решится, потому что финансирование идет у нас в декабре 2014 года. Все решения по финансированию на 2015 год принимаются на последних тессиях. Утверждается как и областной меже, так и городской бюджет. И поэтому судьба этих улиц только в поддерживающем ремонте. Ну или в случае, если возникнет какая-то ситуация непредвиденная. Непредвиденная ситуация, если вдруг... А, я думал с выделением денег. А, ну и с выделением денег, вдруг да, дополнительные средства появятся. Если с полотном что-то вдруг случится, то мы обязаны в рамках содержания его отремонтировать. Если вдруг какая-то удача и пришли деньги, то у нас готов... Дополнительный финансированный. То у нас готов проект действующий, прошедший госэкспертизу. Мы готовы будем его реализовать. Нам нужно будет провести всего лишь конкурсные процедуры, выбрать подрядчика и начать работу. Но это уж совсем все условно. Дай бог, чтобы нам пришли какие-то деньги. Вот как раз, если подытожить, начало реализации всех этих готовых проектов зависит, получается, исключительно от финансирования. То есть как областного, так и городского. А вот в этой связи недавно было принято решение депутатами о передаче участка от Краснофлотского моста до аэропорта Талаги. То есть дорога переходит в федеральную собственность. Это решение, на ваш взгляд, оно как-то облегчит в этом плане судьбу муниципалитета? То есть экономия какая-то средств будет, которые могут пойти на ремонт дорог? Безусловно, это решение позволит сэкономить нам деньги на содержание. Мы очень много денег тратим на содержание как Краснофлотского моста, так и на содержание улицы Папанина и обездной автодороги. Но я хочу сказать, что второй большой плюс, это после передачи в федеральный бюджет, это проектирование и заново строительство объекта обездной автодороги. Со всеми развязками современными и прочими. К сожалению, вот некоторые проекты по федеральным программам сейчас финансирование приостанавливается. Но муниципалитетом подготовлены все документы, сформированы земельные участки, все документы переданы в областной автодорог, для того, чтобы наша заявка была рассмотрена в 2015 году в бюджетном комитете, для того, чтобы финансирование на 2015-2017 год могло прийти на эти работы по вышесказанной улице. А вот областной дорожный фонд еще как раз, о котором мы не упомянули сегодня, он существует? Областной дорожный фонд города Архангельск. Там в этом плане наполнение его как идет? Сегодня у нас по этому дорожному фонду составляет 96 миллионов рублей. То есть это больше, чем в прошлом году вроде как? Это чуть больше, чем в прошлом году. Мы добавляем 9 миллионов от экономии средств при торгах по содержанию дорог. Вот 106 миллионов у нас сегодня на дорожный фонд города Архангельска. 19 объектов, я уже их называл, по ремонту. Ну и в случае, если какие-то изменения финансовые в том числе будут, то перечень этих объектов может быть расширена. То есть, по крайней мере, надежда на это есть. Ну, безусловно, у нас при том, когда мы проводим торги, появляется экономия средств. И эти средства мы напускаем на ремонт конкретных дорог. Процедура по небольшим деньгам, она достаточно короткая. И мы всегда успеем это сделать. Владимир Николаевич, спасибо вам большое за то, что нашли время ответить на наши вопросы. Надеюсь, ремонт дорог в Архангельске будет проходить минимально затратно по времени и максимально эффективным по качеству ремонт. Я тоже на это надеюсь. И мы прикладываем все силы, чтобы в этом году приступить к работам. Уже 1 июня. Самые оптимальные сроки для дорожного фонда. Ну, будем ждать дорожно-ремонтной страды. Надеюсь, что она будет результативна. Готовимся. Хорошо. Спасибо вам большое. Напомню, что гостем программы в центре внимания был директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска Владимир Плюснин. У вас остались вопросы по дорожной теме, и вы хотите ее продолжить? Тогда смело пишите нам на электронный адрес info.ps29.ru и специалисты ответят на все вопросы в этой студии. А я, Артемий Заварзин, прощаюсь с вами с пожеланиями всего самого доброго. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok